Ребята, всем привет! Я надеюсь, вы посмотрите это видео. Связь не работает, Егор! Он сама не першит! Егор, только заливай побольше бензина, а то мы можем не доехать. Да, еще колеса давай проверим, не всякий случай. Всем привет, вы на Пальма ТВ, я сменила свой имидж, точнее прическу. Как вам? Егор хотел? Шок. Как ты мог вообще? Шок. Если ты понимаешь, что от нас могут сейчас отписаться только из-за моего внешнего вида. Ладно, не суть, я почему включила камеру, потому что я уже, наверное, вас заинтриговала, я надеюсь, что вас заинтриговала, и мы сейчас направляемся на горный курорт, а то нет, не на тот горный курорт, на который вы подумали. Это просто называется горный курорт, там горы, в общем, ну, увидите в скором времени, и находится это место на границе с Аманом. И едем мы просто в жоп-географии, потому что, ну, я потому что так решила, Егор долго ломался, долго ломался, он полгода ломался, и все-таки мы туда едем. Ехать нам, Егор, посмотрел 128 километров. Полтора-два часа, посмотрим. Трафика здесь вроде как нет, особо машин тоже нет. Приключения начинаются! До новых встреч! Смотрите, так зелено, как будто мы и не в пустыне, Егор. А еще, возможно, мы будем наблюдать, как песок меняет цвет, так как в каждом Эмирате свой цвет песка, а мы едем в другой Эмират. Вы уже можете наблюдать, как цвет песка поменялся. Блин, как офигенно! Такие виды открываются, просто сумасшедшие! Это так круто! И просто люди останавливаются, потому что верблюды решили прогуляться по трассе. Почему бы и нет? Просто красавчик! Тебя, братуха, подвезти? Нет? Чувак такой, ну ладно, уговорил. Уйду я с дороги, так уж и быть. Ребята, это просто невероятный вид, серьезно. Вот я никак не пожалела, что я Егору уговорила все-таки поехать. Да, Егор, ты не жалеешь об этом поступке в твоей жизни? Не жалею. Не жалеешь? Такое ощущение, чувак, так что мы с тобой где-то в Мексике. Сейчас здесь будет... Сейчас перекати более такое тут. Сейчас здесь появятся кактусы. Блюдов мы уже видели. Ну как-то с вами еще опаснее. Мы уже подъезжаем к горам. Субтитры сделал DimaTorzok Так как мы сейчас поднимаемся все выше, выше, выше в горы. Уши закладывает как-то в самолете или в лифте, когда ты поднимаешься на какой-то 20 этаж. Но блин, ну от таких видов красот реально хочется жить. Вот просто... Это заряд таких эмоций. Это не передать камере. Я постараюсь, конечно, но вряд ли. Субтитры сделал DimaTorzok Нам говорили, ну, предупреждение было, такая табличка, знак, да. Было сказано аккуратно, прыгают козлы. Мы думали, прикол, но нет, тут действительно какие-то горные козлы. Вот это да! А нам еще тем временем ехать километров 50. Егора сильно волнует такой вопрос, чем питаются эти козлы. Егор, я могу тебе легко ответить на этот вопрос. Обычно козлов не кормят. У меня просто даже не хватает слов. Да, это здесь я говорю, потому что вот этот морщ, все фоткаются. О-го-го! Хорошего сложного нет? Ты уверен? И вот ради этого вида мы ехали сюда. Некоторые могут подумать, что мы дурачки ехать за 120 километров, чтобы увидеть это. Но невероятно. И просто поймите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь очень-очень жарко, ребята, но это нас не останавливает ехать дальше и смотреть. Егор говорит, это тебя не останавливает ветер. Вроде как есть, но он не очень-то и спасает. Но за такой вид реально, за 120 километров мы ехали и поделились этой красотой с вами. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Мы вам показали сейчас Дубай, не Дубай, вернее Эмираты с другой стороны, так как все его представляют, наверное, как песок, пляж, море, пальмы, тусы. И Эмираты, мне кажется. Вы посмотрите на Эмираты после этого с другой стороны. Если вы когда-нибудь будете в Эмиратах, то обязательно посетите это место. Оно того стоит. А сейчас у нас планы поехать еще в одно место красивое здесь. Перекусить, естественно. Ну, домой ехать не хочется. Хочется постоянно, не выпускаю телефоны с рук, потому что просто хочется фотографировать, снимать, снимать и снимать. Что, обжары что ли, а? Ну, кто так делает? Ну, ты же не сын. Что? Ничего. Я не сын. Это же каван лесной. Кто? Лесной каван. Каван лесной? Да. Ладно, поехали. Я пью воду после своей фотосессии прыжками, блин, при 50 градусной жаре. У меня сейчас сердце так туту-туу-туу-туу. Чего не сделаешь ради инстаграма? Подняться-поднялись, но вот... Спуститься легче. Спуститься легче, думаешь? Конечно. Ну, стрёмно, блин, Егор. Я тебе скажу. Там есть площадка, видишь, специально сделаешь, чтобы тормозили люди. Глаза боятся, руки делают. Да, вот. Тут очень вот именно перед въездом на эту речку залив что это Егор? Это вообще озеро. Ну, озеро, да. Но это озеро. Озеро, причем пресное. Здесь местные жители живут такие. Не самые богатые, я так подозреваю. Поверь мне, Алла, они могут работать в Дубае, в Абу-Даби и везде, а здесь просто приезжать на выходные. Ну, на дачу, да, но все равно какие-то неухоженные такие виллы. Даже не виллы, а домишки. Ну, в принципе, вот такое что-то. Это типа наших деревень. Ну, да, как деревня. Ну, я бы себе домик тут купил бы, конечно. Чисто вот приезжать. Пятница, на один выход. Тысячки, тыщ, тыщ, тыщ. Старое, все уже облезло. И вот мы приехали в следующий пункт назначения, это Хата-Хавитейдж-Вилледж. Ага. Спроси, может, что-то платить нужно, нет? Нет, нет, все нормально. Бесплатно, прием. Класс. Классно. А что это, как будто эти сверчки? Не знаю, что-то работает. Пошли вон лодки посмотрим. Подожди. Пожалуйста, не трогай на экзибиции. Лодки не позволят. О, не повезло тебе, Егор. Добавить и пить не позволят в центре экзибиции. А, типа, воды нельзя попить, сдохни от жары, типа, от жажды, но пить есть нельзя. Ладно, пошли. Мася, по пыльку пройдемте. Ну да, попали. Колодец, Егор! Там дедушка Ау должен быть в колодце. Народа вообще нет супер, а не отдых. Еще бы в жары такой не было, вообще было бы потрясающе. А так 50 градусов в жары, не смотрите на мой внешний вид. Очень глубокий. Холодец? Ага. Метра два. Вау! Так красиво поют птицы. Я предлагаю Егору подняться вот повыше, чтобы был потрясающий вид этих гор. Но Егор морозится. Говорит, нет. Нас же не убьют, они же не предупреждали, куда можно идти, куда нет. В принципе, тут ничего не стоит, поэтому сюда мы можем поднять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Только не считаю, что у меня телефон сел, но то фигня. Да слушай, как люди раньше без телефонов жили. Ты без телефона как без рук. Я тем более твою зарядку взяла. Где-то будем хавать и поставим на зарядку. Попросила Егора узнать у охранника, который здесь, где можно искупаться, найти хоть какое-то море, океан, что-нибудь, чтобы нырнуть. Я говорю, нет, он не знает. Я говорю, да как он не знает, местный же. А что тебя огорчить? Огорчить нигде? Ну ладно. Ну, по крайней мере, мы узнали. Даже если негде. Сейчас буду спасать себя от жары тем, что на голову буду лить себе воду, так как у меня с сердца просто вылетает. Ай, Лей, не бойся. Давай, 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 давай. Мы наконец-то приехали кушать. Ну, как кушать? Егор будет кушать, а я лично опасаюсь здесь кушать, хоть он и отзывы читал. Я открыла немного окно, можешь закрыть, пожалуйста. Давай я закрою. Козлики? Да. Блядь, Егор, они же дикие. Че они дикие? Ну, йогурт, но уводите. Водичку возьми. Зачем? И попить? Пить, я хочется. Не знаю. Мы, в общем, едем уже обратно, Егор покушал, камера села, мы в рестики, ну, рестики, рестик такой, что я там даже постеснялась салат заказать. Поэтому Егор один покушал, я за этим понаблюдала и все. Попила пепси, на этом все закончилось, потому что там не очень гигиенично. Ну, то да ладно, Егор любит в таких местах хавать, не гигиенично. И сейчас мы приехали вот сюда, посидим здесь, подумаем о будущем. О планах. Я надеюсь, здесь гадюк нету всяких. И таракашек. Да, Егор? Что? Я говорю, надеюсь, здесь гадюк нету. Тут так тихо. Козлов поить будешь? Блин, Егор, ну серьезно, они не опасны? Да нет, ну Мась, ну что тебе козел может сделать? Максимум ударить головой тебе. Блин, ну все равно стремно. А? Ну тут, кстати, не жарко. Ну, конечно. Может из-за того, что горы закрывают? Из-за того, что да, горы и ямы. Очень необычно, знаете, как... Я просто боюсь, что тут сюда спускаться нельзя. Почему нельзя? Ты знаков видел? Я не видела лично никаких знаков. Егор, перестань их звать. Чего? Это животные домашние чьи-то. Да не чьи-то они, не домашние. Я уверена, они дикие, как дикие кабаны тут. Егор, сейчас на тобой, как в повороте, не туда какой-то гоблин выбежит, как затушит тебя. Егор! Ну, блин, мне страшно, не оставляй меня здесь одну. Тут реально стремно. Егор! Я не буду тебя спасать от козлов! Очень странное место. Я никогда не была в более странных местах, чем это. Но это и завораживает. Особенно, когда перестают машины ездить. Ездите! Ё-моё! Оно всё рушится. Скатываются эти камни. Стремно. Ну, не люблю я пассивный отдых, поэтому как-то так. Так, небо затянуло. Неужто это знак? Что ты? Тут ещё знаете, чего не хватает? Шакалов. И всё. И просто идеально. Вот даже на это дерево посмотрите. Я сейчас вам покажу дерево. Оно очень стрёмное. Реально очень стрёмное. Ну, просто потрясающее для фотосессии. Вот, посмотрите. Блин, ну мне стрёмно очень, потому что здесь, может, какие-то паучки, тарантулы быть. Всякая нечисть. Егор, что ты? Ради козликов не можешь подняться в горы? Я тебя умоляю. Ты же за ними целый день охотишься. Пойди к ним. Почему бы и нет? Чем ближе подхожу, тем они отдыхают. Напишите в комментариях, а вот есть у меня семейные пары. Вот как вы развлекаетесь? Вот мы примерно вот так. И как вы проводите своё свободное время? Просто если у вас один человек в семье, лёгкий на подъём, а второй нет, то примерно, наверное, так же. Что? И город станет, козлика. Всё. Я пошутила. Куда ты идёшь? Не знаю, может, тут что-то найти можно? Может, клад? Аккуратно. Аккуратно, Алла. Мы пойдём по полюскому. У-о-о-о-о-о-о-о. У-у-у-е-е. У-у-е-е-е. Засохшая в горе. Ну, она просто высохла. Что? Пару тысяч лет назад тут был вулкан. Что? Не, серьёзно. А-а-а! Я чуть не упала. Я всё никак не могу привыкнуть, что тут куча камней. Егор, а ты знаешь, какую-то страшную историю? Как раз она сейчас будет в тему. Да, знаю про... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Про девять козлов. Реальная история. Поведай мне её. Мне папа рассказывал. Да? Что как-то семейная пара... Короче, слушай. Жили-были два человека. Им было скучно сидеть дома. Они в один прекрасный, жаркий день поехали, короче, в горы. Угу. Серьёзно. Один был такой пассивный, другая была активная. Угу. Ну, приехали, они посмотрели, всё, ехали уже домой. И тут одной захотелось пойти пофотографироваться. Ещё тогда такие старые фотоаппараты были, знаешь, такие, вот там перезаряжать три часа на школу. Ну вот. И они вышли, начали фоткаться. И увидели стаю козлов. Девять штук ровно. Угу. Одна, два, три, четыре, пять, шесть. Да, девять. Короче, девять козлов. Да быстрее, чем всё закончилось. Они выжили? Нет. Это были козлы Ганнибалы. Ага, да. Да, они хавали. Они из-за того, что жрать нечего, они начали мясо хавать. Кошмар. Егор, ты меня спасёшь. Нет. Пожалуйста. Я сам хочу спасти. Ну, Егор. Ну, спаси меня. Ну, пожалуйста. Аккуратно. Бу. Егор, вот мы с тобой восемь лет вместе, и ты мне всё время не доверяешь, и не хочешь никуда ездить. И? Но всё время тебе нравится, куда я тебя вытаскиваю. Может, уже пора сделать выводы, и просто не потаскивай. Просто не хочу тебя злить. В смысле не хочешь меня? Ну, в плане, не могу же я сказать, что мне не нравится, чтобы ты обижался. Это сарказм? Это не сарказм. Поехали, детка. Как я себя развлекаю дома. Girls just wanna have fun. Холло. Ну, уже все привыкли. Итак, что у нас? Мы приехали домой, надо что-то поесть, поэтому Аллочка сейчас будет готовить сушики. Уже нарезала семгу, ну, нарезала, вы понимаете, да? Огурец приготовила, Филадельфью рис отварила. Клеится вроде. Листочки, лепесточки, и сейчас буду это всё крутить, крутить, крутить. И будем с Егором включим музыку. Нет, не музыку, фильм. И будем смотреть фильм и кушать суши. Кто-то сделал сушики, сушики, кто-то сейчас будет кушать. Мася, ты рад? Угу. Сейчас будем кушать сушки. Я вас люблю, мои финечки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот там вот внизу. И да, чем быстрее вы поставите лайк, и чем больше будет лайков, тем быстрее я выпущу новый влог. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok